А теперь то, что с помощью дрона показать невозможно. Масштаб. Мы с вами летали вот тут. Это тот самый огромный дворцовый комплекс. Участок под ним 68 гектаров. Но на самом деле территории дворца примерно в 100 раз больше. Вот этот участок, леса и горы площадью 7000 гектаров, 70 миллионов квадратных метров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Знаете зачем? Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. На самом деле, конечно, единственная цель аренды этого реально гигантского участка земли, который в три раза больше соседнего Геленджика, это создание чего-то типа буферной зоны вокруг дворца Путина, чтобы никто не мог случайно, гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле. Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке, ну хоть на надувной, хоть на яхте, надо выполнить простую процедуру. Позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить их о своих планах. Чистая формальность. Рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно. Но не тут. Добрый день, да. С Новым годом. С Новым годом вас. Вы до Креницы хотите по Креницы? Или просто походите здесь в районе Роскове, если пара пачек? Ну, от Жан-Хота до Креницы хотим вот примерно в этом вот диапазоне походить. Ну, тогда будет большая просьба к вам, пусть это копаться, да? Представляем, это после скалы Парус, по-моему, да? Да, после скалы Парус там, да, будет небольшой такой мысли. Вот с него надо вам вот добавить за милю. За милю? Да. Понял. А что там такое? Там авария, что ли, какая-то? Нет, ну, это как бы наша просьба к вам, чтобы вы именно этот участок подходили за милю. Если пойдете. Если не пойдете, то есть, пожалуйста, в пределах. А скажите, пожалуйста, с этим, с ИДКПАСом это всегда так или вот какие-то дни просто там сейчас... Да, всегда. А, я понял. Это согласование с другим, наверное, ведомством надо с этими, с ФСОшниками, я так понимаю? Да, конечно. А письменно или как-то тоже, может быть, по телефону через дежурного? Это никак вообще не согласовывается. А, ну, я понял. Ну, ладно. То есть, всех рыбаков из-за путинской дачи просто отправляют в обход, в открытое море, за два километра от берега. И все ради того, чтобы никто случайно вблизи не увидел, что же там такое построено на этом мысе ИДКПАС. И с воздуха к даче тоже не подобраться. Над ней официальная бесполетная зона URP-116, прямо как над атомными электростанциями или секретными военными объектами. В приказе Министерства транспорта указан адрес и телефон тех, кто отвечает за эту зону. Гуглим адрес. Либо за бесполетную зону над путинским дворцом отвечает интернет-магазин Шустрик. Ну, либо пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю. Зачем ФСБ устанавливать бесполетную зону над частным дворцом? Ответ может быть только один. Значит, это дворец того самого человека, за безопасность которого отвечает ФСБ. Для меня это очень важно. Я уже говорил, что без этого я работать не могу. Как же можно это было все построить в тайне от всей страны и кричит сейчас любой нормальный человек. Подземные хоккейные стадионы, тоннели внутри горы. Это же колоссальные работы и не менее колоссальные деньги, которые кто-то должен был заплатить. Совершенно верно. Мы все выяснили и сейчас вам расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok